И новую ранить сейчас я вам покажу, типа, своими руками, потом порофлим еще с того, как на рекорде, где какие моменты выглядят и так далее. Но там, в принципе, все просто, я объясню, как, че, как, че, как. Потом будут два спешла, ребят, два спешла, которые точно, стопудово, один из них вы не знаете, он будет достаточно рофельным. На мой взгляд, на мой взгляд, будет рофельным. Поэтому сейчас начнем с амнезии, я сейчас быстренько стим запущу. Вот, ран по амнезии достаточно классный и бодренький, честно говоря, я когда посмотрел на него, мне прям захотелось поранить. Вот, че вам хочу сказать. И мы, говорит, знаем самую скучную часть, это лицо Сани. Ну, тоже правда, ребят, это тоже правда. Мама, я в телеке. Еще раз спасибо всем большое за поддержку, чат, спасибо. Мы, считайте, час с вами болтали, этого очень даже более чем достаточно, на мой взгляд. Всех еще раз с наступающим, счастья здоровья. Сейчас у меня стим запускается и поехали. Значит, смотрите по настройкам, сразу скажу, что ничего не нужно, но единственное, что я не тестировал, а можно было бы потестировать в одном конкретном моменте, это на фрискролл тоже прыжочек сделать. Потому что есть в этой игре один недостаток, на мой взгляд. Это то, что нельзя перебиндить управление. Управление нельзя перебиндить на отдалении и приближении объектов, которых ты берешь в руку. А это очень важно, потому что, потому что, потому что это очень важно. Запускаем, запускаем амнезию. Сразу говорю, чат, что эта игра очень скриптованная с точки зрения того, что тебе нужно пройти левел до конца, для того, чтобы прогрузился другой. Например, ты не можешь пройти из одной части карты в другую. Помните, когда мы с вами проходили, там, где говорят, иди на дым. Ты приходишь через аут оф баунс на дым, а там ничего нет, потому что игра не думала, что ты можешь туда дойти. Вот, и поэтому, как бы, такая вот история вся получается. Ютап, сейчас вас будут душить амнезии. Ну, вообще, на самом деле, я думаю, со всеми объяснениями, со всеми отвлечениями должно получиться часа два. Если я не буду очень долго закреплять некоторые моменты, а есть очень тяжелые моменты в этой игре, очень тяжелые гличи. Когда я только начал тренить, у меня определенно были проблемы со всем, особенно с клипами через текстуры. Потому что для того, чтобы протолкнуть себя с помощью какого-то объекта через текстуры, там, в аут оф баунс или еще куда-то, тебе реально нужно прям угол объекта, развернуть его, и расстояние объекта должно быть четко сделано. Вообще, честно скажу, эта игра, когда я ее прошел в первый раз, вызвала у меня не самые приятные ощущения. То есть, я не кайфанул от того, что я в нее поиграл, как, например, в Сому, а создатели игры одни и те же. Сому и эту игру придумали одни и те же люди. И Сома, просто супер охуенная игра, и вот эта, бля, которая еще в конце игры дает тебе, честно говоря, мягко говоря, не очень прикольный экспириенс, скажем так. Так, Панасея, спасибо, Большущий, за 24 тысячи лет, спасибо за поддержку, спасибо. Этот, никому не говори, но этот чаек, в предновогоднюю ночь я выпиваю за тебя. Привет, Саня, здорово, спасибо, Снеговик, тебе Большущим. Лучшими в интернете, чтобы счастлив... Ну, лучшими в интернете тяжело оставаться, потому что... Чат, самое главное, самое главное, не задушите себя, не замучайте. Потому что я знаю, что есть куча людей, которые работают, не покладая рук, ног, там, всего остального, и они просто сжахают. И желаю вам оставаться всегда работоспособными на максимум, но не душить себя. Ага, так, у нас идет прогноз за баллы канала, ставочки пошли. Закончится ли разбор до 20.45 по МСК? То бишь, за 2 часа 15 минут. Хм. Так, ну тогда, получается, надо постараться, правильно? Расскажи, что за экспириенс. Дойдем до этого экспириенса, я вам покажу, потому что, когда я играл в эту игру в первый раз, я, честно говоря, охуел. Когда меня игра заставила это делать. Я, блядь, честно вам скажу, я немного, реально, прям так. Скажи, что я охуел, это, блядь, ничего не сказать. Прогноз на полчаса. Ну как на полчаса? 18.40, вот сейчас, помаска. Короче, по сюжету сразу скажу, что я не совсем все понимаю, тут еще куда как, но по сюжету мы играем за женщину, у которой вот это ее муж, Салим, значит. Она была беременна, и у них умер ребенок. Вот тут, тут не совсем понятно. Они поехали на какие-то раскопки, там встретили богиню какую-то, и это реально она только была, или это Шиза, я так вообще ничего не помню. Ну нахер. В общем, я не вникал в этот сюжет, ценители пускай вникают. Мне вот сюжет в Соме, например, очень сильно понравился. А здесь какая-то... Брррр. Че игра так душит прям, сука? Вот само прохождение казуальной игры, мега душное. А вот когда ран, ранчик делаешь прям, по кайф еще. Я прям посмотрел ранчик и такой заценил прям, как классно и прикольно получается. Надо будет еще попробовать, может быть, Сому как-нибудь заранить. Я пока не знаю, че я Next буду ранить, но посмотрим еще. Здорово, лучат, спасибо тебе большое, спасибо. Я просто турбулентность сам. А да, кстати, Белгобадыч или Редпрыгач поменяйте, ну, игру, игру поменяйте. Кто мегаг какой-то в Саратов наивный. Да не знаю, ну нормально. То есть там нет такого, у меня не возникло жесткого контраста. Да, может быть, некоторые варианты я бы сделал по-другому и так далее, но все, в принципе, сходится. Нормас, нормас тема. Не знаю, зря вам. Ананимыч, спасибо тебе за 333 большую часть всех СНГ, кроме Белгобада. Видно, чувствует человек некую неприязнь к Белгобублику за то, что он поинты проигрывает, да? Не забывай, это она, это она, это все из-за нее. Некую вот, некая неприязнь чувствуется. Я, я Тесси. Я еще Тесси. Бедрун киберпанка, ээээ, не знаю, посмотрим, если он будет прикольный. Там из гличей пока только бустинг был, который я видел. Посмотрим, посмотрим, до чего дойдет. Играться, понятное дело, что богов у меня нет желания хайпануть. Так, мы, значит, боремся, боремся с этой штукой. С тем, чтобы с ума не сойти. Теперь нам нужно ползти. Начало, еще раз скажу, с самого начала у нас есть какая-то тактика. И мы ее будем придерживаться. Кто смотрел первую амнезию, тот, наверное, понимает, о чем я. Они, в принципе, похожи немного к гличу. И все остальное. Типа им катсцена на то, что сжимаем кнопку мыши левую. Я, короче, сразу пройдусь по настройкам. Объясню, в чем прикол. Смотрите. Я бы перебиндил кнопку прыжка, например, на скролл вниз, если бы это было бы возможно. Но ты можешь перебиндить все, кроме отдаления и приближения объектов, когда ты берешь их в руку. И это очень важно. Я сейчас буду показывать, почему это очень важно. Поэтому, если ты забиндишь прыжок на скролл вниз, то перебиндить отдаление или приближение предмета, в данном случае на скролл вниз, приближение предмета к себе. Ты не сможешь. У тебя персонаж будет прыгать в тот момент, когда ты приближаешь объект к себе. И это будет вызывать определенные сложности, скажем так, в ране. Поэтому было бы прикольно, на мой взгляд, идея сделать, как в Dishonored, на отдельную кнопку забиндить фрискролл макрос, который ты зажимаешь, и у тебя прыжок будет на фрискролле. Вот. Это поможет в одном случае конкретном, мне кажется. Но я еще сейчас тоже потестим. Я еще один момент хочу потестить в этой игре, чтобы понять, что куда и как. Но расскажу, где самые тяжелые техники, ребят, сразу. Потому что эти я вник, и ничего сложного не осталось, кроме двух вещей. От которых у меня пердак подгорает. Сейчас, смотрите, в чем прикол. Мы идем, сразу берем жилет, лучше для мужчины нет, и смотрим прям сразу вниз. Потому что если этого не сделать, когда ты будешь проходить вот через эту помойку, у тебя персонаж застрянет и начнет такой, типа, ээээ, ну короче, кат-сцену. Скипаешь. Скипаешь кат-сцену. Заставаем ручку. Выходим, забираем жилет. Сейчас будет первый глич в игре. И основной глич в игре, я бы даже сказал. это то когда ты прыгаешь на объект какой-то значит и если просто взять объект то видите он в ногах не упирается ты на него не становишься но если ты отпустишь объект и два раза быстро кнопку нажмешь мышки ты можешь на него встать он у тебя гличует этот объект получает текстурки прям солидный ты не можешь по нему прыгать можешь летать что хочешь вообще вот но это очень легко упасть отсюда ребят отсюда очень легко упасть поэтому нужно контролировать камеру двигать объект всяческим образом отдалять например смотрите видите я приблизил этот объект и начал набирать высоту для того чтобы потерять высоту ты отдаляешь объект от себя на скролл вверх и при этом начинаешь двигаться вниз понимаете да сразу говорю человек один в чате говорил который после того как я начал тренить он тоже решил ворваться в раны по этой игре и говорю что у него большие проблемы с тем чтобы ну вот именно с объектами чтобы летать на текст на вот этих всяких жилетах там тарелках блять и прочих у не на подушках так вот просто начать чат еще раз это очень простой грич просто прыгаешь где-то чтобы примерно пациент находиться не по центру объекта вот прям в конце два раза нажимаешь левой кнопкой мыши можно летать сколько хочешь понимаете да и как я уже говорил все вот у нас игра нас поместила в какое-то состояние на какой-то level и он не будет считаться законченным пока ты не зайдешь вот в эту фигню которая является триггером для того чтобы прогрузить следующий левел терпеть не могу это вы в игровой индустрии например в тех же самых звездных войнах которые по сути игра то блять не скипаются катсценами говно говна но там хотя бы нет такого тем так вот такой темы нету там да есть тема со спауном и диспауном левлов в зависимости от того где ты находишься и тоже триггеров всяких разных но там нашли тип тему из фото режима ты можешь прогружать текстуры здесь такое даже не получится потому что нету просто даже механизма такого просто скрипты короче ненавижу игры где скрипты души скажу сразу есть конечно некоторые игры которые заскриптованы нереально типа gta вайс сити но при этом ты можешь поломать эти скрипты каким-то образом там потому что есть более гораздо более расширенные тулзы для взаимодействия со скриптами а здесь такого нету просто бери каждого пожалуйста бегли это я показал первый первый глич ребят который основной и он всегда будет использоваться это летать на объектах значит дальше ну с помощью этого глича мы скипаем ваще огромную часть игры просто нереально дальше берем подушечку все полетели значит точно так же запрыгиваем и нам нужно здесь наверх выбраться я сразу смотрю в правильную сторону потому что сейчас нам нужно будет здесь опускаться вниз и бежать вот сюда сразу скажу что расстояние и вот этот вот угол с которым ты бежишь когда вниз когда наверх это тоже очень важно потому что сложность во-первых бежать правильно а во-вторых нам нужна высота грамотная вот когда мы будем бежать вот сюда сейчас я повыше чуть бахну потому что мы прибегаем вот здесь забегаем за угол и хренакс становится за эти текстуры на вере братишка сразу здесь подушку оставляет и заходит с помощью текстур проталкивать себя с помощью подушки проталкивать через текстуру но это сложно я тогда тильтану с этой фигней реально тяжело себя протолкнуть в данном случае я нашел новую страдку где ты просто под правильным углом прыгаешь вниз и при получении дэмэжа здесь проталкиваешь себя через текстуры все изи значит нам нужно сюда встать обязательно чтобы компас появился потому что если мы не увидим эту к сцену то компаса не будет а компас нам нужно чтобы открывать порталы в разные измерения вот так вот компас это обязательная тема если ты скипнешь здесь триггер тебе придется возвращаться потому что иначе ты не сможешь выйти с этого его до скрипты душат это правда ну ничего страшного нормально вот собственно у нас мы рисуем компас открываем измерения чтобы пройти дальше и выходим с левом все на этом левел закончен кипаем опять же классные катсцены взял подушку и полежал я бы сейчас кстати с радостью это сделал если бы я сейчас не стримил ребята я бы взял подушку и полежал их сам что-нибудь позырил да для ютубу нити конечно залью просто не знаю когда какого числа скорее всего первого или второго ребят вот будут обязательно залиты видосы поэтому ютубу нити который будет смотреть вас уже с новым годом они с наступающим поэтому как говорится такое как тебе скип серьезно с м4 за полминуты норм тема но да такое дальше сварите в этой игре есть объекты когда ты запрыгиваешь где текстурки они такие прям ну не серьезные значит мы запрыгиваем здесь в угол и с разбегу просто жахаем мышкой неправильно запрыгнул так чё за фигня у меня реально быстро получалось во пролазим собственно в текстуры и падаем вниз за текстуры значит когда я открываю окно и предметов в данном случае выхожу в меню этот меняет урон от падения то есть ты в воздухе замедляешься и это резетует высоту падения ты не разбиваешь не получаешь дэмэдж тоже много где используется это уж важно сейчас будет скип который возможно потенциально не получится с первого раза потому что дальше есть проблемы то есть мы вообще на этом левле должны через кучу порталов пройти там где-то кат цен блять кучу посмотреть с компасом в эти порталы залазить потом через скалы прыгать в первом прохождении я здесь через скалы вообще скип нашел тоже залез но он дольше будет чем это потому что там легко раздолбаться а здесь мы просто сразу бежим на самую нижнюю точку уровня практически сразу со старта вылазим в out of bounce и в темноте бежим по ориентирам например вот сейчас для меня ориентир это вот эта гора на которую нам нужно будет забраться самое классное как говорю говорил то что вот это все ребята это все нужно найти люди тратит свое время бегают по вот этим всем текстурам думают где же там эти ссаны и триггеры где-то щитами лазят смотрят все триггеры через чит engine тоже можно посмотреть всякие коллизии и так далее то есть все вот это дело раутинг особенно раутинг это очень классная история наш бежим до этой горы собственно и сразу запрыгиваем наверх просто поймем кнопку прыжка было бы классно если бы все таки я чуть под застрялся и звуэр капа было бы классно если все таки на скрол здесь можно было забить вот значит теперь нам нужно прыгнуть здесь на вот эту голову гору и обязательно не получить fall damage и и кажись у нас проблемы да я не долетел туда куда она все есть или нет не не получилось чат я должен был триггер задеть который последовательность событий без триггер ну филс бэдмен чё закреп что ли получается я не перепрыгнул до получается эту историю слишком рано отменил получается да я не перепрыгнула на берем обратно то начать попробуем закомбет чаще обычно я здесь рестарчу но не хочу сейчас рестарте дай попробуем закомбетчить неудача постигла мистера коэльного вообще получение дэмэджа здесь не является каким-то плохим а есть я запрыгнул наверх обратно кажись или не запрыгну а попробуем отсюда перепрыгнуть мне нужно перепрыгнуть здесь невидимую стену сейчас с верхней точки ладно давай не будем тратить время погнали заново закрепляем саня ванговал что не получится первого трая видимо я слишком часто в меню выходил про фоль нор да нет я то теперь понимаю в чем проблема когда я в первый раз например прибегал сюда я реально даже не понимал что здесь за история такая но здесь нужно прям перепрыгнуть через невидимую стену которую тебе нужно реально а у меня здесь сохранилась история класс я здесь сохраняшку поймал окей ладно ничего страшного да нормально там есть механизм который сохраняет игру по сейвам то есть он можно старый сейв загрузить ничего страшного здесь просто надо предыдущий в темном мире загружать две минуты назад ой я даже боюсь представить что будет на фляге чат еще раз это все в ранах гриндится например если вы смотрите какой-нибудь в р знаете что чувака здесь на этом месте рестартил и не только на этом там много каких мест погнали давай сейчас будут без объяснений прям по быстрику прям по быстрику поехали погнали флексим пока на теперь в ориентиры когда мы бежим вот на эту скалу прям по центру пробегаем сквозь нее потому что ничего не видно ни хрена второй ориентир это вот та самая гора прям тоже тоже по центру бежим и добегаем до нее и пролазим можно в принципе чат я сейчас наверное сделаю это таким вот образом я вы сохраню и выйду из игры потому что в этой игре можно делать сейв в out of bounds так как он есть если я дойду запрыгнуть до горы нажму сохранить и выйти и я заспаунив семена там в том месте как вы уже поняли когда сохранился в том триггере когда был смайл флекс машины а чё уже есть вон вон те флекс сиди флексим если бы харфил кстати сделал чуть покороче версии тех смайлов которые он до этого скинул я бы их тоже добавил кстати поэтому харфил если ты здесь сделай его варианты покороче чуть иначе все прыгаем на гору надо было сразу сделать сейв кстати что-то я это переоценил свои возможности так вот давайте вот здесь сохраним и выйдем не давайте харфил отдохнет сегодня и потом как-нибудь в другой день когда у него будет реально свободное время сделает не надо не надо не трогайте человека дать ему отдохнуть сегодня ребята предновогодняя как говорится вечер пускай все почилят отдохнут получит хорошее настроение я он по закрепляю немножечко чё кайф вообще вот мы бежим здесь на верхней точке значит разбегаемся прыгаем прыгаем о и вот теперь нам нужный звук получился и мы доходим до сюда достаем компас и стоим на месте нас сейчас должно выкинуть получаем триггер открываем портал выходим но мы на ощупь это делаем и в первый момент это очень тяжелый скип когда ты не понимаешь что происходит где эти триггеры и так далее все очевидно зря сохранялся чат вот теперь показываю вам следующую историю в этой игре это то как ты клипаешься через объекты значит и берешь объект притягиваешь его к себе взять нужно его в конкретном месте чтобы он был не слишком высоко не слишком низко значит подходим сюда разворачиваем этот объект так как нужно нам чтобы у нас начало легко лихорадить ноги и обтекиваемся потому что я неправильно сделал классно у нас мы отпускаем объект берем его заново он нас проталкивать своими текстурами вот в эту за дверь чтобы не смотреть как сцены всякие не смотреть вот эту всю историю это когда вы начнете тренинг честно скажу у меня это вызвало наибольшее бомбление нежели чем летание на предметах вот я больше всего бомбил как раз таки пытаясь протолкнуть себя через текстуры с помощью объектов мешков там тарелок я просто дерьмо я был в тильке но сейчас я прям понял что нам нужен конкретный угол за конкретное место нужно взять объект стул прям по центру нужно взять чуть развернуть его чтобы объект был у нас в ногах прям чтобы нас проталкивал смотрим на ребенка здесь чтобы к цене закончилось быстрее что здесь сюжетом я так и не понял что у нас здесь флешбеки из прошлого что было ребенок он погиб это очень жестко на семью подействовал что вот они любили ребенка хорошо сдох они в итоге поехали на какие-то раскопки нашли там какую-то богиню она опять забеременела но богиня сказал что ребенок умрет ей нужен ребенок она в итоге не захотела отдавать ребенка и это богиня прокляла всю экспедицию короче они начали превращаться каких-то гулей с ума сходить начали там забей это то что прям я бы лично хотел разбираться в этом в общем после прохождения этой игры у меня чуть ну прям жесткое ощущение было того что мне насрали в голову прям может кто-то и кайфанет может кто-то испытает какие-то смежные чувства и ты в жизни сам и так далее но я не понял тебя я не понял что меня не спрашивать края лучше на сковороде летать вот правда я бы кстати не ранил бы эту игру если бы не было прикольных стратах здесь сейчас нам нужно просто добраться до следующего чекпоинта но при этом мы скипнем полностью кучу событий связанных с дужкой ну и чё ты можешь откроешь что за хрень алё а открываем компас так уважаемый уважаемый пожалуйста вот компас у меня в руке я достаю компас подхожу где открытие рестарт сами чат почему когда я начинаю делать разбор по игре происходит то что никогда в жизни не происходило это вообще не было чтобы я достал компас и у меня ничего не произошло рестарт стрима да это бред что это за хрень не чат мы сейчас быстренько рестартанем не будем как бы придумывать выдумывать всякую сумму так это что такое у меня не было такого не рада я заранил эту игру раз 6 муж 7 чат это это мое проклятие кто проклял меня я теперь вынуждена смотреть кат-сцену как мы встаем 50 раз ну может быть я компас слишком рано достал вот здесь может быть из-за этого вообще не понимаю ну а теперь он светится хотя бы я вообще не понимаю в чем прикол флоурен спасибо тебе большущая за сабскрэм спасибо флоуренс значит тут еще тоже важный момент это то что когда ты находишься в темноте у тебя кукуха ехать начинает у персонажа поэтому тебе нужно как можно быстрее сделать все действия в темноте чтобы персонаж не со слов не сошел с ума и не начал бегать потому что он может заспауниться в разных точках поэтому мы прям по фастику по фастику стремимся все сделать значит подбираем спички на всякий пожарный вот эта штука с помощью которой мы конечно же полетаем потом значит мы точно также запрыгиваем на предмет запрыгиваем наверх здесь и обходим триггер потому что эта платформа под нами она вообще упасть должна мы обходим этот триггер она просто ломается под нами мы падаем вниз и должны там по-другому проходить в общем там что-то возвращаться потом очень душнина лютая поэтому мы это скипаем бежим под ним вниз о дальше мы все это время не отпускаем кнопку для того чтобы держать объект чтобы запрыгнуть дальше сюда и скипнуть следующий как говорится sequence я очень надеюсь что я не буду переделать эту часть смотрите здесь не прогружены текстуры потому что ты вообще здесь не должен быть если что но вон выход с левела находится вон там мы сейчас послепую потому что когда ты бежишь по этому объекту ты не можешь смотреть никуда то есть мы видим что вон наш выход запрыгиваем и пошлуршали туда вслепую просто широкую на широкую выставили и пошли ты во время исполнения этого глича не можешь смотреть по сторонам потому что как только ты поднимешь камеру объект у тебя из-под ног вылезет и ты просто шлепнешься а если ты прохеришь собственно историю по которой ты ходишь здесь в данном случае то ты не сможешь делать дальше глич тебе нужно загружать заново все будет вот мы собственно идем туда по ориентиру понятно ясно и я кстати высоты не набрал ну за что это со мной происходит то я что-то не понимаю так мне нужно развернуть правильный объект теперь запрыгнуть на него сделать глич еще раз набрать высоту и запрыгнуть сверху здесь запрыгиваем сверху потому что здесь нам нужно лечь посмотреть камерой вниз вот вот эта дверь и вот этот выход но ее можно зацепить только этот выход когда ты лежишь грамотно именно лежишь смотришь на эту дверь и когда встаешь выходишь в эту дверь вот на чё гг нормально сучаток у нас камбэч на было повыше прыгнуть просто я не думал что я так сильно высоту потерял вот так вот легчайшая для красных а вы думаете я за час тридцать не успею пройти игру серьезно а чат не сейчас объясню кстати в чем заключается еще одна сложность и к сожалению нет скипа этой катсцены на этом уровне никак не обойти здесь этот триер нам нужно обязательно с ребенком сейчас понянчиться будет с животиком если быть точным почесали почесали все ребеночка погладили все прекрасно игра совсем не страшно честно скажу я проходил очень даже даже близко не страшно о находим камень здесь дальше значит чем основная сложность игры например если вы посмотрите в р там чел багует объект и с ним бежит он с ним бежит прямо он бежит короче с ним а проблема в том что пиздануться отсюда при том когда ты бежишь это тебе нужно правильно развернуть объект это нужно правильно камеру выставить его еще лихорадит во все стороны поэтому я здесь например не бегу потому что смотрите камень меня поворачивается я побегу в конце в конце этого и этой миссии в конце этого левела для того чтобы просто показать вам как легко отсюда долбануться при том когда ты бежишь бежишь разумеется ты быстрее экономишь время здесь нам нужно как можно больше высоты набрать потому что мы обходим все триггеры вот эти тоже душные которые там катсцены диалоги флешбеки вот это вот все нам это нас это не интересует сразу говорю то что акцентирую момент у нас будет звонок позора в этом ранее сто процентов потому что чтобы скипнуть этот звонок нам нужно быть очень быстрым я пока так не затренивал как я уже говорил на смотрите вот прикол в том что ты вот когда ты бежишь те нужны объект чуть выше под подвинуть я просто не стал рисковать чтобы чтобы не душить себя в общем добежали как вы понимаете камни и всякие вот эти ништяки они очень важны очень важны очень важны будет еще момент когда я тоже не побегу а буду с его проходить там тоже объясню момент один знаешь дальше нам нужно выполнить кучу квестов так подожди и берем ключ взяли ключ я начинается самая такая часть которой я бомбил больше всего когда тренирую потому что я уже вам сказал что для того чтобы скрипнуться через текстуры угол объекта его высота то как он тебя застрял в ногах или там еще где-то это все решает ключевое прям ключевую роль я вам сейчас объясню то как я себе представляю это но для того чтобы делать это самому например вам придется разобраться значит смотрите вот мы берем с дальней точки подходим берем объект чуть левее для того чтобы он был правее хватаем его прям по центру притягиваем его заходим упираемся в стену отпускаем берем объект проталкиваемся через первые текстуры фок чем привет как чем берем сразу другой объект стул вот дверь закрыта и тут обтекиваемся ладно тогда поменяем обратно я развернем его правильно вот так что такое я вам говорил то что это сложно даже даже я вот допустим я уже понял как это делается сука и все равно не могу сделать да чуть по мыши возьмем вот так под развернем просто прикол в том что если ты угол неправильно сделаешь то тебя толкнет вверх а не толкнет назад ладно я попробую чуть ближе к себе запереть уаа армаз на пику сделал то есть смотрите если ты хочешь чтобы у тебя объект застрял в правой ноге и тебя клипнуло влево тебе нужно брать объект чуть правее точнее чуть левее выдвигать его по центру вот мы доходим до следующей двери здесь все закрыто здесь вообще тебя ебака так-то преследовать должна ну а теперь нам нужно через левую значит мы берем вот эту вот хрень потому что нам по квесту нужно сделать снаряд для этого нам нужна вот эта хрень там куча реагентов еще уголь там и так далее а теперь нам нужно чтобы объект был левее и упирал нам в левую ногу поэтому мы берем его отсюда подтягиваем значит вот так вот в левую ногу принакс я ж видел как я пролез и меня через эту дверь клипнуло да ну нахрен да ты чё прикалываешься ладно пойдем обратно тогда слушайте а чё если мы обратно пойдем через эту дверь откуда пришли а нет так не получится вообще здесь есть прикольная сэйвовая страдка чат это когда ты сейчас давайте вернемся обратно в ту комнату я клипнулся немного не туда блин алё что за дела я отпустил объект а он совершенно далеко отпустился а стоп не та сторона ого во я чуть-чуть клипнулся не через текстуры а клипнулся я к сожалению значит есть прикольная еще тоже страдка я вам просто покажу а вот в баунс версии но здесь можно встать в темноту и сдохнуть а за спавни в самом начале левела ты можешь выйти но мы не ищем легких путей правильно мы сделаем стратулечку стратулецкую значит берем объект притягиваем его заходим клипаемся сюда чуть получаем дэмэдж здесь нам нужно оказаться в out of баунс вот в этом районе и выходим через out of баунс через дверь внизу с другой стороны все левел покинули сразу скажу у меня ушло где-то два дня жестких закреплений для того чтобы понять как эта херень работает плюс не только моих усилий а еще человека который в чате тоже такой посмотрел как я закрепляю и тоже решил по закреплять и он еще по закреплял и тоже осознал какие-то вещи поэтому он тоже помог в данном случае не обосрался птицу летать капа два дня два дня ребят ушло значит берем ключ вот мы собрали собственно селитру для того чтобы у нас была вся история необходимая для того чтобы сделать снаряд сейчас мы как раз и будем делать снаряд чтобы из танка стрельнуть пробить ворота типом а ты чат читаешь ну да бывает периодически но из-за того что я закрепляю мне ребят тяжело и объяснять и чат читать и как говорится еще страдки делать потому что ну они правда непростые можете сами попробовать поймете о чем я говорю значит перепрыгиваем ловушку здесь чтобы не сдохнуть открываем дверь берем издалека опять же вот эту штуку притягиваем но здесь нам нужно теперь подпрыгнуть потому что видите мешки стоят они нам еще мешают ага и обтекался филс бэдмен кстати давненько здесь не обтекивался в этот раз обтекался да ну нахрен бля мы делали пять из пяти сейчас филс бэдмен здесь тоже еще как бы угол очень тоже решает потому что иногда если ты объект чуть правее держишь то у тебя остается место между персонажем и вот этой клеткой он просто в клетку упирается и тебя не проталкивает значит мы вот через эти решетки собственно проталкиваемся чтобы не выходить вот в это окно не заходить там надо вокруг бежать пазлы решать всякие и так далее ломаем здесь проход чтобы можно было изи выйти открываем берем еще один реагент это серная мазь которую нам нужно выпарить для того чтобы получить вещества нужные забегаем сюда открываем эту дичь берем наливаем эту хрень сюда зажигаем спичку и начинаем варить нашу смесь здесь вот это мы все двигаем берем стул стул берем подводим его сюда берем эту хрень собственно уголь нам нужно уголь запихнуть сюда и взять стул смотрите почему мы берем стул например который закрывает и там рубит эту хрень потому что если возьмешь вот так ты охренеешь крутить нереально долго а стул смотрите как раз 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 все и у тебя как собственно открываем эту хрень все у нас заварилось закуканилось и погнали дальше это все надо сделать быстро разумеется не так как я сделал и все запихиваем в снаряд вот это все наше дело опа селитру фигитру уголь хренакс вот у нас снаряд сейчас будем стрелять ребят из танка угу норм тема как раз я считаю то что в этой игре идеальный баланс и по страткам и по мемасности и по всякой такой штуке прям норм они и тяжелые и есть не тяжелые и всю душку скипаешь в игре значит ооо ну и еще погриндить тоже в том числе иначе мы сделали снаряд сейчас будем пробивать ворота но внимание спойлер ворота мы конечно же не пробьем потому что нам и не нужно мы все равно падаем вниз например многие люди начинают прицеливаться здесь конкретно в ворота но в ворота стрелять вообще не обязательно для того чтобы закрыть и пройти эту игру просто стреляешь в любую тему чтобы не вращать башню просто время тратить это не нужно потому что ты все равно в танки падаешь вниз скриптуха ребят есть пробитие ребят есть пробитие айзеншеф спасибо тебе большуще за сабскрем по подарочную перемене кстати спасибо за стороблсов саня с наступающим ну и с дрэкста спасибо большущее море спасибо тоже за 50 рэшка спасибо тоже ща ребят донутся быстренько почитаем за 5000 чо блять 5000 мемасных салатов ребята спасибо рэшка спасибо большуще это было 1846 я блять пропустил нихуя себе чат давай шейхов просто джентльмену у нас донаты просто отключены чтобы во время разбора ребят не отвлекаться ну это жесть вот я как раз таки в шоке ребят с этого хорошо что я блять посмотрел спасибо тебе большущее дружище давай я надеюсь что ты в чате и не сказал что я чсв и опозорился спасибо тебе большущее за 5 мемасных салатов ребят нихера себе гоу шиков анонимович спасибо тоже за 333 спасибо ребят большое обнял спасибо за поддержку ебать позор стримера ну позор получается я кстати сделаем сейф потому что здесь тоже будет неприятная такая стратулечка стратулецкая отвлекайся да ладно мы никуда не спешим чат чё вы подумаешь не успеем за 2 часа 15 минут когда это мешало зато люди выспятся на аутубе правильно давайте ребят всех со сном как говорится в новом году снотворного будет еще больше не переживайте главное хорошо выспаться ребят особенно в новогоднюю ночь вот вы сейчас прям сейчас будете спать мы вылазим короче из этой хрени там танк закрыт камнями закрыт поэтому мы берем просто разворачиваем чутка башню прям чутка совсем открываем вот эту левую сторону и здесь мы уже можем вылезти главное чтобы левую створку открывать потому что она подблачивает значит и сейчас мы здесь сделаем сейф потому что тут тяжелая остротулечка нам нужно через текстуры скипнуть и прям пропрыгать все как следует там можно в аут в баунс свалиться легко и опозориться сохраняемся выходим продолжаем откупорил кубышку было пробитие ребят но к сожалению танк оказался не очень он упал вниз в канализации и мы сейчас сделаем один из огромнейших скипов в игре это скип канализации значит берем опять же за верхнюю точку притягиваем прям по центру не крутим объект в ноги его фигачим профигачиваем через текстуры запрыгиваем сюда перепрыгиваем здесь всякие фиговины здесь очень тяжело перепрыгнуть и вот тут внимательно надо прыгнуть далеко отменить фолдэмэдж запрыгнуть вот на это вот все не падаем здесь вниз ни в коем случае не падаем вниз и отсюда нам нужно тоже отменив фолдэмэдж упасть вот сюда блин нафиг вот здесь начинается самая тяжелая часть потому что нам нужно на ощупь прыгнуть блядь я упал филс бэдмен ладно ладно хорошо что я наверху заспавнился значит нам здесь на ощупь нужно прыгнуть о четко попал во и собственно здесь у нас выход ребят здесь у нас выход четко то есть мы через текстуры не видим не видя текстур падаем просто вниз для того чтобы выход из канализации он находится ниже на том левле где мы стартуем нам нужно через out of bounce провалиться на то в то место за текстурами где открывается люк чтобы у нас выдуло просто сразу мы скипаем огромную часть с тем что тебя душит ебака тебе нужно кучу рычагов херачить ползать по всяким блять канализациям там еще по какой-то гавнине мы все это пропускаем помните там еще с грузиками был ребус когда тебе нужно рычажки было двигать чтобы клетку то поднимать то опускать и так далее несколько раз бегать за ней нафиг это не нужно все и вот сейчас например левел когда нам звонят и говорят беги вот на дым который будет значит нам в первую очередь нужно пропустить триггер когда у нас ребенок будет брыкаться для этого нам нужно отойти чуть назад издалека подпрыгнуть наверх алё давай запрыгиваем ну камон вот это у меня проблемы с этим с этим совсем у меня проблемы потому что нам надо обойти триггер он будет два раза срабатывать с ребенком ладно давай откуда мы можем пройти ну камон вот отсюда вот отсюда же сука казалось бы простая часть но я не могу запрыгнуть что прям дальше надо прыгать нет может быть ближе а погоди а посмотрим погоди вот вот хватит ебать стену это я люблю ребят последнее время у нас что не закрепы то ёбка стен каких-то то лифтов то еще чего ай короче ладно давайте я вам покажу то что ты скипаешь не могу запрыгнуть а погоди может быть отсюда все таки запрыгнем о о погоди о так стопэ ща ну давай уже запрыгнули отлично все обошли триггер ребят ура нет не обошли иго не один обошли все таки хорошо отлично один скипнули второй не получилось не уверен что его вообще можно скипнуть значит дальше смотрите чат в этой игре есть такая фишка дайте я объясню прежде чем начну делать дальше вот если идти прям по тому туннелю который те нарисовали разрабы там очень много всяких катсен всплывает и тебя персонаж замедляет вон появляется эта хрень если долго ждать еще тоже персонаж то есть замедляется но мы это все не будем делать у нас как бы дальше что ж такое что ж такое это сейчас во во все нормально мы залазим через золото в баунс туда куда нужно идем правильно не получаем здесь фол дэмэдж падаем за текстуре отменяем фол дэмэдж и минуя все эти триггеры бежим к выходу с этого левла так вот как раз мы здесь тоже пропускаем ту часть игры когда нам звонят по рации говорят то что вот беги на этот дымок и там я тебя буду ждать но проблема в том что когда ты добежишь через желтый баунс на тот дымок скипнув все все катсены и все остальное там ничего не будет там просто блять дым саны больше ничего соответственно нам нужно обязательно будет в песке жахнуть обязательно но это кстати тоже опасное место не так просто запрыгнуть надо раньше гораздо прыгать повезло кстати здесь запрыгнул с первого трая а там где легкая часть не смог запрыгнуть с первого трая тут можно еще делать бусты различные по наклонной поверхности но я этого делать не буду потому что они особо много времени экономят плюс можно закреплять как бы но такое в общем если посмотреть в эрак там где чел старается выжимает каждый пердеж из этого рана там можно увидеть то как он грустно закреплял здесь нам нужно обязательно зайти вот в этот триггер песков чтобы нас засосало он является как раз таки этот триггер является тем то что ты прогружаешь следующий уровень попадаешь имеешь возможность пройти игру дальше помните да во время первого прохождения мы здесь бегали тоже по текстурам ползали везде добегали до этого огонька там ничего нет ничего нельзя и даже вообще выжить соответственно ты максимально быстрым образом во всем на протяжении всего рана пытаешься пробежать до конечной точки используя различные техники ниндзюцу там и все остальное ха 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 ребят а кстати слушайте 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 ребят густобровик конечно негодует но отойдет су в спидранах бесполезно если чё древне скрытого песка это оно как там звали этого песчаные гары или как там о бля чё они мышники тай дзюцу в спидрунах бесполезно ребят да да мы же на плохую концовку идем нет самый прикол в том что тут как бы хорошая концовка не самая лучшая но сейчас начнется то с чего например я прифигел когда увидел вране я вам объясню в чем рофл просто наверняка большинство из вас даже не играл в эту помойку сейчас сделаем несколько скипов я объясню ключевой момент в игре который позволяет значит берем бочку берем чуть левее притягиваем и сейчас будет клип через игру чтобы не решать ребусы эти дурацкие хрена взгляд здравствуйте пестра ребят ну я не мог сделать этот клип когда только начинал играть это вообще жопа пола полнейшая ребят ты не говнялась подняться спасибо не короче сейчас сейчас все вообще будет сейчас все будет значит берем вот эту хреновину чтобы нам открыть механизм и вот сейчас основной механизм в игре значит смотрите мы берем сейчас две пробки прыгаем здесь заранее чтобы перепрыгнуть сразу значит первую пробку берем свечку чтобы электричество было и вторую эй давай открывай здесь кстати в р тоже кучу времени потратила непростой механизм и вторую и вот вы сейчас охуеете вообще-то их должен потратить на этом левле вот эти две штуки но из-за того что мы умеем клипаться через стены мы берем прям правильно этот объект по центру наверху притягиваем к себе и бежим к стене здравствуйте вот к этой добегаем клипаемся открываем компас и выходим с левла мы не потратили обе свечи и они нам вытащат все прохождение особенно концовку мы сейчас скипнем такую сука душную часть игры с помощью этих пробок которые мы сэкономили нереальную просто часть игры вот эти две пробки у на линии пробки они вытаскивают весь спидрун на космический уровень эти горок спасибо тебе большущая за 10 тысяч лет пельмешек спасибо еще за 100 большущих ой я на праву не побежал спасибо ребят спасибо большое за поддержку как это возможно а вот так из-за того что мы через текстуры продвинулись там нужны механизмы запускать то есть вот эти две пробки должен был подать электричество на специальный механизм чтобы пройти этот левел но так как мы можем с помощью объекта все через текстуры прокинуть собственно мы их экономим и пройдем тогда с помощью этих пробок тогда где нельзя никуда клипнуться и тебе нужно запустить сиквенс а именно для завершения игры раз и второе для того чтобы телепортнуться в один из левелов два один и один это сколько сейчас вот это как раз флешбеки которые нам напоминают о том то что ребеночек то у нас умер один и мы всячески боремся за второго потому что я и ты же мать в этой игре смотрим на ребенка чтобы нас тп шнула нафиг сразу да донатики отключены сейчас на текущий момент спасибо всем большущая ребят спасибо за поддержку просто ну я же говорил уже про то то что крайне сложно во время донутсов я просто их читаю типа по возможности лучше придержите ребят лошадей когда мы начнем просто сидеть черебосить знакомиться со северной дэдспейс конечно знаком камон айзек лучший инженер всех времен народов сломалась говнище на одной части корабля с кучей ебак да не вопрос побежали стазисы все использованы были я две части прошел прям вообще кайфанул третью не осилил уже что-то заебался потому что я подряд проходил и что-то задушился оооо сейчас тоже левел вообще я охренею видите у нас уже пузо растет мучки которые любят вывats сейчас примерно по утрам когда встает видит такую же картину хыхо хохых хаха ха plants чё когда последний раз пипиську своё видели блять под пузом а ааааааааааа опять smashed тебе надо Ты такой же, ты осчазываешь, у меня нет вообще такого поля большого, алё. Я свою купить, сколько каждый день вижу. Значит, мы вот берём обязательно вот эту кастрюлю, кладём её вот сюда. Эта кастрюля, это ключевой момент в игре. На всякий пожарный сохранить и выйти. На всякий пожарный, мало ли что, мало ли что. Тролль говорит галактического масштаба. Ну ладно, что, дайте потроллиться. Ребят, ещё последний день в году, когда я имею возможность, так сказать, потроллить вас. Следующий-то день будет в следующем году. Так что тут не воспользоваться, как говорится, что такого-то. Да ладно, нормально, ребят, нормально, нормально. Не обижайтесь, это шутка была, если что. Видишь, подлупый. Ладно, тебе что-то обиделся-то, блядь. Значит, берём вот эту скляночку вдалеке, притягиваем. Зажигаем обязательно спичку, чтобы ноги как на видосе поставить. Стой, 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 как я обкекался-то? Как я обкекался-то, ты чё? Ты чё, блядь, во. Тут, короче, смотрите, ребят, если ты себя туда в текстуру клепанёшь, ты не сможешь попасть вот за эту стенку. Если ты сюда клепанёшь, то ты не сможешь выбраться оттуда, потому что там тоже полое пространство. То есть тебе нужно сюда себя притаранить. Значит, дальше. Берём лампу зажигаем, берём этот объект. Разворачиваемся, начинаем отдалять, приближать и вниз-вверх. Объект фигачит. Э, алё. Ну и чё? Ну и чё? Чё за говно? А где она? Чё за хрень? Чё за хрень? Чё за хрень? Чё за хрень происходит в этой игре? Короче, нам нужно эту тарелку протаранить сейчас через текстуры. Это не так просто, как кажется. То есть мы как бы отдаляем, приближаем, просто спамим. Скроу вниз, скроу вверх. И нам нужно вытолкнуть через текстуры эту тарелку, потому что она ключевое. Ключевой объект в этом, как говорится, месте. Давайте сейв переделаем немножечко. Чтоб пока и фичу было. Потому что... Ну или ладно, давайте так будем быстренько клипаться. Ну чё, тут проблем я не вижу, реально. Она изжахнули. Зажигаем лампу. Слушай, ты чё, блин, прикалываешься надо мной? Ну нормально же, всё было-то. Ура! Так, теперь... Значит, теперь тяжёлый момент, потому что эта штука очень сильно багает, ребят. Я сейчас специально бежать не буду. Потому что нам нужно набрать высоту... Блядь. А, ладно. Ребят, давай по-взрослому сделаем. Вот это, короче, тарелка. Она максимально багованная. Здесь тебе нужно её реально грамотно развернуть. И грамотно положить. Потому что ты, как только начинаешь бежать и прыгать, она у тебя просто из-под ног сваливает, и ты просто падаешь. Вот это, на мой взгляд, один тоже из самых тяжёлых моментов вране. Я буду заострять внимание, где прям тяжёлые моменты, а где хрень и изич. Вот это один из самых тяжёлых моментов. Поэтому давайте сейв переделаем с тарелкой, когда тарелку клипнем через текстуры. Значит, берём, притягиваем, подходим. Жах. Выбираем тарелку. Давай здесь, короче, сохраним и выйти. Давай здесь. Вот отсюда с этого момента будем делать, потому что я не хочу реально каждый раз так переделывать просто. Давай по-взрослому. Будем по-взрослому делать с бегом, ребят. Просто я покажу, как раз таки, в чём основная сложность. Вы увидите, что здесь частенько тоже раны будут оффаться у многих людей. То есть тебе нужно выбрать идеальный баланс расстояния, чтобы отдалить объект таким образом далеко, чтобы он не багал, не застревал нигде, когда ты именно прыгаешь. Но в этом основная проблема. Можно пешком, конечно, тащиться, но это будет очень долго, и там нам далеко надо будет бежать. Значит, мы зажигаем лампу. Понятно. Вот, что я вам и говорил. Значит, теперь нам нужно вниз. Нам нужно не обосрать высоту здесь. Потому что, если я буду слишком высоко, то я оффнусь. Но хотя бы не заруинил. Можно слишком высоко быть, но слишком низко нельзя быть, потому что следующий выход уровня, так как мы его не видим, никаких ориентиров, ничего. Вот она, эта платформа. На неё нужно забежать. Всё, ребят, успех. Нормально. Сойдётся. Ура, я счастлив. Значит, фишка в том, что, помимо того, что у тебя тарелка постоянно из-под ног вылетает, тебе нужно ещё и грамотно высоту держать. Слишком высоко? Окей. А, нет, не окей, нифига. Сейчас. Подождите. Рассказываю теперь ещё один момент. Сука. Это не везде, но во многих местах, вот, например, в этом, и ещё в другом, в одном, тоже заострю внимание. А, если ты слишком высоко запрыгнешь, ты достанешь триггер один, который полностью... Ну, у тебя тарелка из-под ног исчезнет. Она задеспаунит тарелку. Просто прыгаешь, 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 упираешься в потолок, у тебя тарелка исчезает, ты просто падаешь. Здравствуйте. Вот, сейчас будет момент, когда у нас будет звонок по рации позора, потому что я слишком медленно сделаю. К сожалению, я уже знаю точно на все сто процентов, потому что я пока ещё объяснять буду там и так далее, нам точно позвонят, поэтому этого звонка позора не должно быть. Все, вот они, типа, узнали, что у них ребенок болеет, все такое, вот этот батя плачет, мать тоже переживает, все переживают, а ребенок медленно умирает. А роды можно скиднуть? Нет, к сожалению, нельзя, потому что роды являются тоже триггером для того, чтобы проходить игру дальше. Было бы прикольно, если бы можно было бы скиднуть роды в этой игре. Значит, мы берем мешок. Мешок очень важную роль здесь играет. Первое, это то, что у нас сейчас пазл будет, ребус, он уже точно, я подтострял, поэтому здесь уже стопудово будет звонок позора. Значит, нам нужно развернуть колонны. Как я уже говорил, за штурвал вращать здесь очень медленно и долго, поэтому мы просто используем мешок. Блин. Так, надо развернуть эту хрень теперь. Ну все, это звонок позора уже стопроцентный. Заранее знаем, что куда нам нужно развернуть, разворачиваем, получаем звонок. Алло, вот это звонок позора. Ты должен это сделать гораздо быстрее, чем тебе позвонят. То есть ты уже должен допрыгнуть и улететь к этому. Дон Ацетон, спасибо тебе за 8000 лет. Нейроюникорн, спасибо тебе большуще за мемасный слад. Хочу поднять этот бокал с Яйером и Рэдбулом за всех тех, кто заебался в этом году. Парни, девчонки, я с вами. Год был говном, то ли еще будет крепить. Позитивно, позитивно, спасибо. Желаю вам в случае чего умереть последними, чтобы посмотреть еще немного на Саню. Жесть, блядь. Вот это ты мистер позитив, конечно, за нейроюникорн. Ебануться, конечно. Ребят, все нормально будет, все справимся, ребят. Ничего такого, все нормально, нормально, нейроюникорн. Ты, блядь, не тильтуй, главное. Значит, давай мешок подвинем по-братски. Значит, мы уже развернули и нам нужно просто, вот видите, вот, собственно, все эти символы. Нам нужно было решить головоломочку, но мы заранее знаем, что куда как. Все решаем. Значит, нажимаем на кнопку, запрыгиваем наверх, багуем эту хреновю, ну и сдристываем из этого триггера, чтобы ебать не заспал вниз. Собственно, запрыгнули. Дальше падаем вниз. Хренакс. Вот здесь надо запрыгнуть сюда, наверх. Здесь очень тяжелое, так что. Отменяем фолд дэмэдж, замедляем себе немного падения. И выходим через дверь. Все. Через текстуру просто сдриснули с левелом. Найс. Изи. Только единственное, что должно было быть все то же самое, только быстрее, и звонка позора не должно было быть. Все. Атаку как прям, как на ВЕРе, ребят, идеально. Только я еще тоже замедлялся в падении специально, потому что иногда бывает, если ты прыгаешь с верхней точки, то ты просто пролетаешь дверь, не успеваешь с ней взаимодействовать. Такое происходит, чат, поэтому я специально открывал инвентарь, чтобы замедлить совпадение, и чтобы 100% из двери вылезти. Значит, дальше мы отсюда взаимодействуем с рычагом, потому что нас протолкнуть может. И в самый последний момент, когда он подъезжает, мы можем взять и вылезти. Да, ну норм. За текстурочки сразу, то есть, можем двигаться в этот момент, когда крутим штурвал. Значит, теперь, как всегда, игра вообще, вот в этот момент я уже рейджил на игру, потому что я уже подзаебался тогда играть, и она еще душит тебя постоянно. Смотрите, что происходит. Ты вроде бегал, решал ребусы, такой думаешь, о, прикольно, блядь, наконец-то дальше проходим. Ну нахер там плавал. Мы нажимаем кнопку, и что, блядь, все пошло не так, пробки выбило, электричество не работает. Собственно, поломалось все. Тут нам на выручку приходит первая лейденская банка. Значит, в игре у тебя их нету, если ты не можешь клипаться через текстурочки. Нужно бежать вниз, решать еще кучу головоломок, там ебаки за тобой бегают. Короче, душнина плютая. Как говорится, мы-то, мы-то народ простой. Мы берем эти банки просто и все, и вставляем, потому что мы их сэкономили. Но, игра, как бы и тут подзадушила, потому что она вернула все вот эти объекты на нужную назад, блядь. И тебе нужно опять штурвал крутить. О, нормас. Так же вот так вот, ребят, ну, душненькая игра, как бы. Но, как я уже говорил, это очень важный навык в жизни, ребят, с духотурой уметь справляться. Особенно в жизни, например, когда читаешь какую-нибудь литературу, блядь, по базам данных, блядь, еще почему-нибудь там вообще обосрешься просто. Так что справляться с духотурой, ребят, желаю всем приобрести навык, просто быть миссером духа... Капитаном... Капитаном духотой, так скажем, чтобы у тебя духатура была тебе в кайф. Тогда ты сможешь и скиллух прокачать и все, что хочешь. Ну, вот и все, собственно. Какая уровень? Игра, для любителей крутить штурвал. Голландский, я надеюсь. Там тебя фетиш на базу... Ну, не только, например, программирование, то же самое, ребят, кушай литературу. Моросап тоже кушай литературу. Да по всем... Менеджмент тоже кушай литературу. Маркетинг во всех областях. Во всех областях. Ребят, везде нужно читать кучу литературы, становиться круче, прокачивать скилл и так далее. А это периодически бывает скучненько, что-то скучненько. Так что и душненько. Желаю вам справиться со всем этим. Чтобы задушить духатуру, нужно быть мастером записок. Это правда. Как бы, если есть человек, который прошел, а их таких много, например, для меня культ, культ просто, личности людей, которые прошли игру гения, на платину, которые занимались доставкой, блядь. 10 тысяч часов. Моз плох. Спасибо тебе за 10 ура. Спасибо тебе, большущий. Стримельному на салате говорит. Спасибо тебе, большущий. Стримельный на салат. И мы прошли уже очень много игры. А здесь мы берем чутка подразворачиваем объект. Вроде нормально. Здесь тоже ребус с механизмами со всякой и ссорией, но нам это не интересно, потому что, ребята, мы берем этот объект, разворачиваем под правильным углом, упираемся вот сюда в стену и обкекиваемся. Бывает. Ладно. Я подобкекался немного. Ну, со второго раза нормально. Выпрыгиваем в Out of Bounds и бежим здесь просто по левлу. Ребус решать скучно. Ну, блядь, запрыгни, пожалуйста. Спасибо. Значит, запрыгиваем сюда. Эй, ну, 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 отменяем Fall Damage лишний раз, чтобы не получать. И здесь вот, с этого левла выходим. Hello? Все, easy. Вот так выглядит левел. Когда я первый раз тренингся в час, я, я заколебался. Че-то тут развернул, че-то прыгал, брал объекты, не брал. Самое еще прикольное в том, что, ребята, я забыл вам рассказать, это тоже очень важно для тех, кто сейчас послушает, я когда объект следующий возьму в руки, самое главное для того, чтобы кликнуться через текстуры, это двойным нажатием не сделать его ну, жестким объектом, чтобы его можно было в ноги себе протаранить. Это самое важное. То есть тебе нужно как раз таки отпустить и взять объект до того, как он стал жестким. потому что, если вы, допустим, нажмете дабл-клик, то объект станет жестким и вы не сможете себе его в ноги запихнуть или куда-нибудь в какое-нибудь место. Очень важно тоже здесь бежим вокруг, берем объект, притягиваем его, запрыгиваем наверх, и все. Мастер, мастер просто. Я, ребята, уже мастером стал за восемь закрепов. Сейчас будет, кстати, душная часть в этой игре. Тут появляется первая и обязательная ебака, которая будет за тобой бежать, когда ты бежишь этой штукой. Кидаем этот объект дальше, чтобы он не светился. Нам нужно обязательно кинуть и дождаться, когда он убежит. Я убегаю от него. Даже эта хрень может меня через стену если что-то же увидеть. Ты что, скотина? Ой, блин, ну как же так-то? Ну ладно, мы справимся с ней. Вали отсюда. Блин, такого не было никогда, что эта скотина зашла в эту комнату. Да! Ты рофлишь! Ты рофлишь надо мной! Ты рофлишь надо мной! Или чё ты? Мне просто нужно обязательно вот эту штуку притаранить сюда, чтобы механизм сработал. Зрисни отсюда, пожалуйста. Выйдем на свет, чтобы я с ума не сбрендил. Потому что, если я сойду с ума, я задеспаунюсь тоже там далеко сзади. Всё, эта хрень туда убежала. Я не знал, кстати, что она бегает за тобой аж в эту комнату. Мы уже спокойно добежать и забрать этот объект. Ладненько. Поднимасили меня немножечко, но бывает. Всё, кладём его сюда, дёргаем за рычаг. Вот мы, собственно, починили вагонеточку. Опа! Теперь опять берём широкую на широкую выставляем. Тут всё, тут пыры-пыры, там всё такое. Вот так примерно поставили. Блин. Ну всё, ну началось, ребят. да ну камон, ну чё ты делаешь? Ура! Меняем фолдэмэдж. Таким же образом, как пришли, таким и уходим. Сейчас будет тяжёлый скип в игре, который по таймингу, но я сделаю сейв, потому что если ты его профейлил, то ты, к сожалению, вынужден рестартить. А нам нужно будет выбраться из этой клетки, потому что игра в этот момент тебя везёт по клетке, вот в этой клетке, она показывает, где выход, но при этом ты находишься в клетке и ты переезжаешь через этот момент и вынужден опять. То есть, сука, игра максимально душит. Чё-то, вот она максимально... Ты едешь в клетке, видишь выход и ты такой уезжаешь от него, тебя увозят от него подальше, ещё решать головоломки, ещё от ебак бегать. И так далее. И я вот прям уже через силу здесь играл, честно скажу. Я вот уже прям играл и ждал, когда уже эта самая игра закончится. Но во время рана прикольно. Ран реально прикольный. То есть, нам сейчас у нас будет сделать сейв, потому что с радкой будет тяжёлая, чтобы кликнуться через текстур, там прям по таймингам тяжело. Но я надеюсь, я справлюсь. Должно получиться с первого трая, потому что я подзатренил так, ну или хотя бы со второго-третьего, я думаю. Че, ну и чё вы делаете? Кто чё делает? Давай, новогодняя ночь. Кто чё? Кто чё? Чё там, как? Настроение, пожалуйста, ваше от нуля до десяти. Будьте любезны. Жру, говорит. О, блин. Нормально. Я бы тоже, кстати, сделал бы перерывчик на похалуте. Немножечко. Где я, говорит, смотрю? Ну так жрёшь и меня смотришь. Можешь совмещать. Вижу в туалете. Неплохая тема. Сидим стрим, смотрим. Вот это клёво. Чё, хотя бы интересно, чат? Скажите, хотя бы интересно смотреть? Так, стоп. Храните, выйти. Да. Блин, я тайминг просрал. Чёрт, я кажется, сейчас не успею. Чёрт. Пью пиво. Приятного тебе вечера. Ребят, приятного вечера всем, правда. Самое главное, не душите сами себя. Если есть какие-то там сложности и так далее, знайте, что это всё хуйня вообще, блядь, собачья. Всё прорвётесь. Всё нормально будет. Всё нормально. Значит, вот сейчас, когда мы наверх поедем. Вот, нас откинуло. Мы выставляем ноги, как на видосе. Выставляем камеру, как на видосе. И ждём по таймингу. Нам нужно прыгнуть, когда мы будем к столбику подъезжать. О, блядь, с первого трона. Тут главное не вылезти и не упасть. Слишком жёстко. О, так, встаём здесь. Отходим чуть назад. Вот здесь я бы тоже сохранил сейчас. Сохраните, выйти, давай. Дока, спасибо тебе большое за 14 тысяч лет. Я же отключал эту штуку, а? С начала 2021 года вас. Чтобы новый год был лучше уходящего. Это, блядь, будет несложно. Это будет несложно. Но тенденция как бы такая идёт, что с каждым годом всё что-то это... Душнее и душнее, блядь, становится. Сейчас нам как раз-таки... Мы находимся в задней части вот этой штуки. А нам нужно перебраться на переднюю. Это, кстати, я думаю, что не обязательно. Честно говоря, можно и так доехать. Но нам бы побыстрее сделать это. Поэтому мы ждём, когда доезжаем. До сюда перепрыгиваем. Вот в эту клетку. Невидимые стены. И переходим на переднюю часть клетки. Чтобы пораньше спрыгнуть. И вот, собственно, здесь выход. Тебе показывают, что вот тебе сюда. Но потом увозят, сука, в этой клетке. Дальше. Так, ну и на всяких пожарных ещё раз сохранить и выйти. Потому что здесь можно обосраться, ребята. Ещё раз клетку переделать. Что-то совсем не хочется. Поэтому давайте сохраним, выйдем. Продолжим. MLG. Вообще с первого трая, конечно, клетку сделать это было сильно. То есть тут прям надо прям по таймингу нажать. Когда ты подъезжаешь до верхней точки, нужно нажать прыжок, назад и присед. При этом тебе нужно отпустить прыжок и присед. И держать кнопку назад, чтобы выбраться через вот эти текстурки. И через верхнюю дырку. Мы можем использовать браслет, чтобы пройти здесь. Вот. Подходим, притягиваем наш камешек. Потому что, как вы знаете, вот эти все объекты, они очень нужны. Очень важны. А, ещё самое главное, забыл сказать, что вот твой объект, по которому ты прыгаешь, например, набираешь высоту там и так далее. Самое главное, чтобы он не шлёпнулся вниз. Точнее, не то, что шлёпнулся вниз, а то, чтобы он не застрял ни в каком другом объекте. Например, вот эти стены, которые дальше, они реально, ну, они реально стены. Поэтому мы сейчас набираем высоту, чтобы через них пройти. Вот я набрал высоту. И самое главное, тоже слишком высоко не запрыгнуть. Мы начинаем уже опускаться здесь, через эти стены. Потому что если ты упрёшься, то ты упадёшь просто. Отдаляем объект, чтобы терять высоту. И доходим вот до сюда. Так, дожди секундочку. Вон, прогружаем здесь текстуры. Так как они не прогружены, нам нужно прогрузить левел. И здесь падаем вниз. Вот, собственно, прогружаем их и дальше падаем вот сюда. Отменяем full damage. Подходим сюда. Тут ебаки всякие вылетают невидимые. Мы отодвигаем камни. Для того, чтобы открыть дверь вслепую. Открываем, собственно, дверь. И заходим на выход с левелом. Всё, г-г-г. Нормально, что-то я переживала. На самом деле, тут всё просто. Ну, приближаемся уже к самой, блядь, тяжёлой части рана. Долбанная склянка. Мы всё, приближаемся и приближаемся сейчас. С вами поздравь Томск с Новым Годом. Томск, с Новым Годом вас, ребятки. Всего вам наилучшего, здоровья побольше. На опыте, говорит, так-то. Юнин, ну ты поставил, что я не успею. Ты же на команду красных поставил. А-а-а, я забыл про вот эту штуку ещё. Подождите, здесь нам очень важно. Здесь очень важный момент, потому что здесь нам нужно, ребята, не обкекаться. А здесь нам нужно не только клипнуться через текстуру, но и вот эту вот штуку не потерять, потому что она очень важная. Эта штука очень важная. Берём её, притягиваем. Нам нужно её с собой через текстуру протаранить. И здесь развернуть нужно объект обязательно. Вот этот тоже очень тяжёлый момент в игре. Сохраняем, выходим здесь. Я не хочу здесь переделывать. Короче, вот это, видите, вот эта маленькая хрень, по которой тебе нужно будет бегать, прыгать. Я буду здесь без бега делать, но тебе нужно здесь набрать высоту и пробежать прям очень высоко. Ну, не слишком высоко, потому что если ты жахнешься башкой в триггер наверху, в текстуры, у тебя платформа, это под тобой, вот эта твоя хрень, она исчезнет. Ты упадёшь вниз. А тебе нужно чётко, чётко последним прыжком тебе нужно попасть на верхнюю точку выхода из карты будет. Вот, короче, багуем. Набираем высоту. Очень важно. А-а-а! А-а-а! Так. Понятно. В общем, как я и говорил, да? Определённые проблемы у нас испытываются здесь. Жалко. Давайте переделаем. Сейф. Нет, не сейф, ребят, не сейф. Плюс, у тебя здесь есть стены, которые реально, они жёсткие. То есть, если ты в них упрёшься вот этой штукой, которая у тебя под ногами, она у тебя отодвинется, например, в какую-нибудь сторону, либо назад, либо ещё раз вернётся, как-то ты упадёшь. Ох! Давайте не будем здесь экспериментировать, просто погнали. Будем прыгать, чуть-чуть придвинуть бы, наверное, да? Давай, чуть-чуть придвинем. Точно не шлёпнуться. Значит, я бегу сразу левее, потому что я знаю, где выход уже заранее. И мы, главное, не переусердствовать заранее с высотой, потому что если я сейчас башкой впялюсь в сексуру наверху, то просто исчезнет объект, который у меня под ногами. А это единственное, из чего я держусь сейчас здесь и не падаю вниз. А нам нужно выйти с левла будет. Мы, собственно, и бежим отсюда. Нахрен. Берём ещё чуть-чуть левее, берём ещё чуть-чуть выше. Вот я вижу ориентир. Это железяка справа, по центру. По высоте вроде как нормально. Отлично. И в самый последний момент я начинаю набирать ещё высоту. Вот. И даже не задиспаунил, кстати, эту штуку, потому что здесь, когда ты прыгаешь вот в эту точку, в этой точке, у тебя исчезает ну, твой объект под ногами. А нам нужно сюда запрыгнуть. Вот мы, собственно, и выходим с левла. Вау! Пуст, говорит, как у Саня. Да, 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 сейчас, конечно. Пуст, как у Саня, ага. Сейчас. Размечтались. Ой, сейчас ещё тоже душная, короче, сейчас. Короче, нам нужно достать лошадь вот эту игровую, развернуть её правильно. И тут начнётся экшон. Экшон сейчас начнётся. Нам нужно её придвинуть, развернуть. Развернуть, отдалить здесь назад, чтобы она вот так вот легла. Зайти пешком по вот этой вот хреновине. Да давай уже, заходи, ну чё ты. Вот, зашли, значит, да? Нажать два раза, потому что прыгать здесь нельзя. Два раза нажать, забагать объект, чтобы он высоко летел. И нам нужно сейчас зайти наверху в триггер. Вот я иду сейчас сразу по вот тем вот развальным, которые впереди. Иду туда. Вперёд иду. Так, главное, чтобы у меня просто объект не раскочевряжело. И мне нужно, собственно, сейчас в нужной точке набирать высоту. И я уперся башкой, да? Ладно, чуть-чуть подойдём поближе. Вот, и мы... Бля, вау, как быстро получилось, ребят. Лучше, чем на Уэре, даже, наверное, не так кажется. Офигеть. Мы, собственно, задеваем триггер отсюда, чтобы выйти сразу из этой кат-сцены. Там, потому что нужно бегать, смотреть кат-сцены, что-то диалоги слушать. Скучно. Забагиваем лошадь и летим наверх в триггер, чтобы тебя выкинуло отсюда. Вау, чат, правда. Ну, тут прям первое время, когда я тренил, я не понимал, где этот триггер находится. И он находится прям вот на вот этими развалинами, которые вы видели подо мной. И они, собственно, являлись ориентиром для меня. Поэтому я набирал высоту и шёл примерно вот в эту сторону. И сейчас самый душный момент в ране. Самый душный. Максимально душный. Значит, здесь левел. Когда ты уже рожаешь, типа, вовсю. И если ты пойдёшь дальше по триггерам... Вот это, мне кажется, пипец. Пророки Разрабы специально поместили вот эту склянку вот в этом месте, чтобы ты мог спокойно... Значит, если ты пойдёшь дальше, пройдёшь вот этот вот флаг, то начнут запускаться кат-сцены, когда у тебя персонаж уже перестанет бегать, начнёт держаться за пузо, вот-вот уже роды там и так далее. Но мы разворачиваемся назад. И здесь единственный объект, который есть, это вот эта сцаная склянка. Вот эта вот сцаная склянка, она является единственным объектом, с которым ты можешь бегать, для того, чтобы скипнуть кат-сцены. Тебе нужно упереть её вот в эту ветку, развернуть её под правильным углом и зайти на неё правильно. Я сейчас сделаю здесь сейф, потому что я себе обосрусь. Я не знаю, знали ли Разрабы или не знали, но это единственный объект, который до того, как ты начнёшь запускать кат-сцены. Это фляжка, вот эта, да, это фляга. Сцаная, которую я ненавижу. Опять же, она маленькая. Она маленькая. А тебе нужно развернуть её под правильным углом, встать прямо по центру на неё. И более того, тебе нужно её придвинуть таким образом, к себе притянуть, чтобы ты набирал высоту. Здесь нельзя прыгать. Прыжок не работает. То есть тебе нужно её просто взять, зайти, отодвинуть максимально, зайти под правильным вот этим углом, отпустить. Чёрт, я зафейлил. Её очень легко развернуть ногами, если ноги как-нибудь на видосе поставишь. Прям очень легко. Блин. Ой, да ладно, неужели? Если сейчас получится с первого троя чат, я буду просто, я буду так счастлив. А, да, сейчас, опять, размечтался, Саня. Ага. Бля. Ладно, будем, короче, насиловать тогда так, эту флягу, долбиться в неё. Пожалуйста, набирай высоту, я тебя молю, молю тебя, набирай высоту. Это рандом, ребят, я правда считаю, что это рандом. Сколько раз я пытался делать этот глич, и то, как ты будешь набирать высоту, к сожалению, рандомная история. Ну, на мой взгляд, мне кажется. То есть тебе нужно развернуть её правильно и забагать, чтобы текстурки были солидными. То есть ты разворачиваешь, вот берёшь её, разворачиваешь, зажимаешь, сука, зажимаешь кнопку, чтобы её не развернуло. Под себя её фигачишь. А потом два раза двойным нажатием багая, чтобы текстурки были, типа, норм. Если тебе нужно её ещё отодвинуть, чтобы ты высоту набирал, понимаете? Ну, не слишком жёстко. О, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это из-за того, что я отодвинул предмет вперёд. Я начал падать. То есть если ты его вот так вот, ну, просто этот предмет перед собой ставишь, то ты падаешь, ребят. Это вот проблема моя. Это моя проблема. Пойдём обратно к этой штуке. Это самый тяжёлый момент в ране, честно. Вот этот скип, скип вот этих вот, можно сказать, практически родов. Жаль, что роды, конечно, скипнуть нельзя. Но это, считайте, я бы назвал эту штуку скипом родов. О, пожалуйста. Я молю тебя. Просто проблема в том, почему тебе нужно здесь высоты набрать. Потому что здесь стены, в которые я сейчас бегу, блин, кажется, повезло. Сейчас, сейчас бы лишь бы не упасть, честно скажу. Вот эти стены, которые дальше впереди, горы, они реально жёсткие. Ты в них можешь упереться. Поэтому мы набираем высоту и бежим под правильным углом сейчас. И бежим для того, чтобы не начать рожать просто во время этих бегов. Того, как ты бежишь в конец левела. Там ещё будет... Мы встретим нашу, я не знаю, подругу или сестру, не знаю. Которая тоже попадётся нам по пути. Мы ещё скипнем уровень с ней, когда она нас попытается развалить. Ой, хорошо, что мы здесь высоту набираем. Здесь как раз-таки горы. Песок, песок здесь солидный тоже. Если в него вбахаешься, то ты потеряешь всё. Блин, ребята, ты... Вот. И, сука! Это рандом! Это реально рандом! Я сделал всё точно так же, как всегда. Но это, блин, мега рандом. Получится или не получится? Мы, собственно, бежим до следующего момента в игре. А вот как раз мы здесь вот это скипаем. Вот эту тётю. Ага. Так, я вообще, чётко сказать, слишком влево-вправо побежал. Надо было левее брать. Вот мы это всё пропускаем. Ну, даже хорошо, что мы... Как раз-таки я вам показываю даже, что мы скипаем. Нам бы только опуститься вовремя. Ага. А, вот это хренотень. Просто проблема ещё в том, что ты не видишь ориентиры. Ты не можешь смотреть по сторонам. Олег Борн, спасибо тебе большое сейчас за подарок. Ага, вот оно. А вот мы и на месте. И вот мы опускаемся. Поггерс. Чат Поггерс. Это быстро получилось. Вот. Это секвенс, который нам нужен. Нам нужно триггернуть вот этого вот ебаку, которая прибежит на нас. Ясмин. А нас хватает, начинает финать. И доктор её пристреливает. В этот момент. Бах. Здравствуйте. И сейчас начинается Погчемп момент с родами. Ты произнёс Честно вам скажу, игровой экспириенс, когда ты играешь и рожаешь в игре, был для меня максимально неожиданным. Блять. По-моему, это первая игра, в которой ты реально время рожаешь. Поэтому, чат, давай тушь сейчас. Я доктор, кстати. Давай тушь сейчас. Сейчас будем тужиться. Рожать. А как же Фейбл 2? Я, кстати, не играл в Фейбл 2. Там и снимай. Сейчас снимем. Какие проблемы? Сайлент Хилл 3. Там тоже роты были? То есть ты прям там рожал. То есть прям рожал. Вот так вот. Нет! Нет! И короче, смотрите. Тебе нужно шурудировать мышкой. Мышкой шурудить. И концентрироваться на роже доктора. Кто доктор там? Сейчас, у тебя есть доктор? Тебе нужно концентрироваться на нём. И просто мышкой шурудить. Вот это роды, ребята, здесь в этой игре. При этом у тебя постоянно лихорадит взгляд. То влево, то вправо. И ты типа борешься. Такой типа тужишься. Мышкой реально, правда, непросто как бы здесь шурудить. Я даже когда играю в мужика в горшке, я так мышкой не шурудю. Чат, тужься, давай. Давай тужься. Да давай уже, блядь. Давай, я тужусь. Чего ты начинаешь? Чат, ну че, уже концовка игры, кстати. Кто-то поставил то, что я не успею разобрать игру до 20-45. Был неправ. Мы уже точно как бы проиграли сейчас. Эээ, давай уже, рожай, ну рожай уже. Ну давай, ну давай, ну пожалуйста. Я вам честно скажу, когда игра меня душила все это время, а потом я начал рожать. Сказать, что я охуел, это ничего не сказать. Хе-хе-хе, блядь. Че-то... Ну это тужь, блядь, че-то. Все, последний раз. Огонь. А труп можно использовать как скейт? Не, я честно говоря не пробовал даже ни разу. Я просто, говорит, смотрю в глаза этого мужика и сам рожаю. А прикинь, каково девушкам, которые рожают. Он вот так в лицо, блядь. Давай, тушься, тушься, блядь, давай. Тушься, тушься, давай. Ну шо, блядь, тушься. Ну-ка, еще чуть-чуть, давай. Хе-хе-хе, блядь. Я бы, блядь, честно. Это не то, что бы я хотел бы видеть. Во время родов, мне так кажется. Лицо какого-то мужика. Ну живот после родов, как мы уже выясняли, тоже не сразу уходит. Нам девчонки рассказывали, которые, типа, рожали. Вроде как. В чате говорили, что живот не сразу уходит. Он там остается некоторое время, а потом заживает. Теперь у нас забирают ребенка, которого мы так долго пытались сохранить. Мы еще и рожали, блядь, смотрели на этого стремного мужика. И сейчас мы просто через... Как говорится, через кат-сцены просто бежим за этим челом, пытаемся спасти ребенка. Но, чат, помним, да? Сейчас я вам покажу одну важную вещь. Которую мы оставили. Смотрите, видите вот эту штуку? Она нам очень сильно поможет. Очень сильно поможет. И я вам сейчас покажу, где, в каком месте. Финальную дужку, так сказать, скипнуть в этой игре. Сейчас, кстати. Готовьте ваши пробелы, чат. Сейчас я вам покажу, как бы, момент один. Тоже мы угорали, когда смотрели в ИР. Очень рофельный момент. Саня родился. Это я родился. Значит, мы просто бежим здесь по следам. Заранее будем разворачиваться левее, чтобы смотреть флэшбеки. И мы знаем, куда он побежит. Там, по сути, просто бежишь на... Ме-е-е-е-е-е-е-е. Вот на это бежишь. На Бэйби Рейджи бежишь. Можно дропнуть ребенка. Ты, типа, как бы, дропаешь ребенка, но на самом деле он просто спавнится к тебе. Потом. Потому что игра не думала, что так можно вообще. Ну, давай, давай, давай уже. Надо чуть левее было взять, кстати. Вот еще флэшбеки нам переделывают левел. Салим будет死 в сейчас. Акцепт. Не пойми, Тасси. О, а не, надо было чуть правее. Я чуть левее взял. Вот следы как раз мы сейчас забежим за этот... Песчаный холм. И вот следы. Все, мы прибежали на место. У нас все четенько, все правильно. Значит, этот чел пытается богине отдать ребенку, чтобы она его пощадила и проклятие свое сняла. Собственно, вот эти вот гули и так далее. То, что у нас кукухи рвет, вот эта ебака, которая на нас напала, это проклятие, собственно, богини. Она людей превратила в каких-то ебашек. Которые не соображают. И вот вы спрашивали, хорошая концовка или плохая будет. Я вам сейчас отвечу. Концовка хорошая, но из-за того, что мы нарушили очень жесткий секвенс-брейк, она не самая... Ну, она какая-то уникальная получилась. Концовка получилась уникальная. Она относительно уникальная. Ну, это духатура, когда тебя замедляет, блядь, игра. Вот меня, честно говоря, вымораживает. Я не понимаю вот эти вот фишки, когда, типа, ты... Ну, я понимаю, с точки зрения логики. Аля, из разряда мы только что родили, блин. Ты что, бегаешь, что ли, как бы? Как бегать, блин, сразу после родов? Она каким-то образом и так... Я же, мать, говорит, блядь, веревки порвала голыми руками. И побежала за этим мужиком. Так что, такое. Значит, сейчас чат будет самый... Самый болезненный скип для кнопки пробела. И еще я бы вам хотел сказать, как раз таки идея использовать фрискролл макро у меня здесь вот родилась. Но я сейчас кое-что потещу, потому что я еще не тестил это. И вот это вот я бы хотел здесь сейчас с вами потестить. Значит, давайте срочно вырываемся сейчас на VR, который был сделан, как говорится, одним джентльменом. Мы уж там лукасов поставили. И вот, собственно, этот момент. Вот, смотрите, как выглядит этот момент на VR. По пробелу, блядь, давай, ебашка. Нормально, нормально, а долго. О! И... 17 секунд долбился в текстуры, ребят. Давайте, кто не успел, кажется, закрепить, закрепим, давайте, ребят. Но для тех людей, кто любит позакреплять немного кнопку пробела... Нормально, долбит, долбит, нормально. Нормально. Что, не закрепили еще? Давайте, послушаем, мед для моих людей. Молдеж. Эй, тут изи вэр, как бы, понимаете, да? То, что можно побыстрее как-то сделать. Вот, подолбит, смотри. Но я хочу потестить кое-чего другое. Здесь вообще мужик на лифте уезжает и ломает нам лифт. А мы там, как всегда, нас игра душит. То, что, чтобы починить лифт, нужно пойти куда-то какой-то херней заниматься, блядь, еще ребус какой-то ссаной сделать и так далее. То есть, смотрите. Значит, первое, что я бы хотел. Мы упираемся в текстуры, когда нас начинает лихорадись. Да, я чувствую, что здесь, кстати, не нужно спамить. Он не прав. Значит, как делается этот скип? Фрискролл здесь тоже. Ой, блядь. Сука, экран не показал. Ладно, давай заново. Извините, я вам не показал. Сука, смотрим. Спасибо, Саня, блядь. Отлично показал. Он, короче, не прав, чат. Он не прав. Он не прав. Спамить здесь ничего не надо. Надо просто по таймингу нажать прыжок один раз. Фрискролл здесь тебе тоже не поможет. Я был не прав, когда сказал, что фрискроллечь бы здесь бы. Марима, спасибо. Ребята, знаете что? Мой поезд едет, а я нет. Симсгуд. Я перепутала время отправления. Фо Хэд. Подожди, а ты куда-то хотела ехать в новогоднюю ночь? Ты куда-то ехать должна была. Я вижу тебя, Саня! Я вижу тебя! И что, ты на Новый год на вокзале, блядь, встречать будешь или что? Что за дела? Кек В. Ф Мариши говорит. На стриме. С бомжами. Ладно, сейчас давайте доделаем, потом обсудим эту телу. Давайте Ф, ребята. Ф в чатик, пожалуйста. Запрыгиваем. Смотрите, короче, что тебе нужно сделать. Тебе нужно упереться в угол. И когда тебя закидывает наверх, тебе нужно просто прыжок нажать. Ой, надо угол правильный поймать. Блин, и теперь я не могу сделать, а тогда сделал с трех раз. Во, 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 во. То есть тебя когда проталкивает, ты просто нажимаешь кнопку бега вперед. И когда тебя закидывает в верхнюю точку, ты просто нажимаешь один раз прыжок. Вот как бы. Так, давайте здесь сделаем сохранить и выйти. Я бы здесь сделал сейф файл, потому что сейчас начнется тоже одна душная часть, ребят. Которую нам нужно сейчас будет, так как выход с левла слишком высоко. А мы скипаем, считайте, через аут оф баунс вообще весь левел. Очень важный момент, что здесь можно подруинить здесь. Все можно подруинить. Поэтому мы берем сейчас. Берем вот эту вот хрень. Я не видел женщин. Проталкиваем ее каким-то раком через текстуры. Олег Борн, спасибо тебе большое за подарочную. И теперь внимание. Нам нужно опять забагать этот объект. И набирать высоту прям по максимуму. Вот у нас ориентир. Это башня, которая сейчас справа от нас. Самое главное, как я уже говорил, не вот в эту сторону набирать высоту прыгать. А от этой башни к ней идти нельзя. Надо просто на нее смотреть. Блин, да ладно. Лол, я что-то чуть передвинул объект. Черт. Так, давайте я не буду здесь тормозить. Немножечко сейчас собрались. Я решил гулять на полную и выкупил купе. Пог. Вау. Приятные тебе дороги на самом деле, правда. Спасибо тебе большое за поддержку. Ну как там, говорит, 20-21 люди из будущего. Кстати, скоро у нас осталось еще 3 часа 40 минут. Так-то. ВМСК. У кого уже наступил плюс, чат? 20 минут. Что 20 минут? А, ну мы уже в конце, кстати, чат. Ну и что это такое? А иногда происходит вот такая вот хрень. Я, блядь, ору. Что-то с этой игры. Да что такое? Почему застрял это? Почему застрял это? Иногда объект застревает просто в текстурах. Поэтому я и сделал здесь... Прикиньте, если такое происходит. Так ладно, давайте побыстрейку доделаем, ребята. Последний как бы у нас последний... Последний рывок. Забираем здесь объект. Берем эту хрень. Ну вот здесь, конечно, фрискролл бы, наверное, здесь бы помог, кстати. Я думаю, вот здесь фрискролл бы реально помог. Потому что здесь тебе просто нужно набирать высоту и при этом чуть-чуть двигаться вперед. Поэтому мы аккуратно разворачиваемся, потому что я, ну, не хочу падать здесь больше. А нет, фрискролл здесь не поможет, потому что прыжок надо с паузой спамить тоже. Ну вот, прикольно, когда ты начинаешь закреплять, ты открываешь для себя какие-то классные вещи. То есть здесь, например, с паузой лучше прыжок спамить. Мисс Грейс, спасибо тебе большое за подарочную подписку для DVD-шника. Спасибо большое. Спасибо, чатик, спасибо вам реально большое за поддержку. Я надеюсь, что мы... Чего? Да ёптыть! Ну что такое? Блядь, я отвлекся, чат. Я отвлекся и посмотрел в чат. И я развернул, блядь, предмет. Да что такое? Саня, блядь. Так. Ребят, не будем растягивать хронометраж разбора. Блядь, давайте, блядь, по-быстриху. Саня, блядь. Саня, ну альга, давайте я сделаю реально. Пройду до конца и всё мы сделаем. Спасибо ещё раз, мисс Грейс, большущая за подарочную подписку. Короче, собрались, блядь. Тихо. Всё прикольно, конечно, здорово. Но когда такие моменты, блин, тут реально лучше собраться. Я не видел женщин уже десять тысяч лет. Не, ну давай, вытаскивай эту штуку, пожалуйста. Спасибо. Алик Борн, спасибо за подарочную ещё раз. Так, всё, смотрим вниз, прыгаем. Начинаем прыгать. Прыгаем, 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 прыгаем. Прямо высоко. Нам надо очень высоко набрать высоту, потому что выход с левла, он в конце этой башни там реально просто мега высоко. Только посмей развернуться опять, скотина, я тебя обниму порву. Я сейчас увижу ориентир справа немножечко. Самое главное, кстати, не упереться в эту стену, потому что иначе я ошлёпнусь. Блин, зацените, как высоко выход-то. Во, кстати, подожди. Подожди, что за дела? Да что такое? Я не... А, я, блядь, чуть-чуть... Ой, сука. Уперся башкой, блядь, надо дальше быть от стены. Так, спокойно. Спокойно, здорово, карминг. Здорово, ребят, за 20 минут надо успеть до конца, чтобы те люди, которые в меня не верили, потеряли поинты в этом году. Давайте их зарегтим. Все, ребят, собрались, собрались, собрались. Извините, пожалуйста, я уперся. Башкой там в текстуру нужно было левее отойти. Все, я теперь знаю, в чем проблема. Сука. Да ты рофлишь. Ну, ну, игра, блядь, ну, пожалуйста. Ну, что такое? Как оно застряло? Че злой такой? Да я не злой, почему злой-то? Просто я не люблю закреплять, честно вам скажу, когда вот такая вот ерунда происходит. Ну, то, что объекты застревают, блин, в текстурах, это вообще никуда не годится. А я, говорит, верю. Да, ребят, 20 минут это еще приз. Убер много. Это реально убер много для того, чтобы сделать вот это все дело. Ну, давай, давай, где тут у нас? Ну, вот она. Ну. Все, отлично. Зажахали, значит, берем. Специально подальше на этот раз отойдем. Начнем просто прыгать. Прямо здесь. Я надеюсь, здесь больше нету. Если мы подальше отойдем, больше нет никаких проблем. Я просто уперся в потолок там. Я не знал, что там можно упереться в потолок, если ты вплотную находишься. Блин, орать, конечно, буду, если сейчас Азофель учатся. Я просто буду мега орать. Зацени, какой лифт, кстати, огромный. Я не знал, что лифт такой большой. Так, вот, значит, теперь мы подходим сюда. Доходим вот до сюда. И все, ухо, ухо, ухо. Успех. Хорошо, ребята. Все, это была последняя дверь. И теперь, помните, да, у нас очень важная свечка стоит, которая электричество дает. Так вот, игра тебе такая. Вот ты заходишь в эту дверь, когда уже думаешь, ну все, наконец-то, игра, блядь, закончилась. Игра тебе дает удушающие фаталити. Просто проходит тебе в ногу и на удушающей. Знаете, почему? Потому что ты подходишь опять вот на этой дресне к этому порталу с санному. А там чё? А там нету пробки. А пробки-то нету. А пробка-то вон там. А там тебя еще босс душит, короче. Тебе там укольчики какие-то делают финальные. Ебаки еще бегают. Но из-за того, что мы подобрали и сэкономили эти две штуки сразу здесь, ребенка мы, конечно, не засейвили, но когда мы выходим с левла, ребенок телепортируется к нам в руки. И это хорошая концовка, но не самая лучшая, потому что самая лучшая концовка, это когда ты сдрисываешь с ребенком, и при этом богиню убиваешь с помощью ухольщиков. Вот, потому что у этой богини, она каких-то смертных людей и прочих обрекает на страдания для того, чтобы вырабатывать какое-то вещество, которое и продлевает ей, собственно, жизнь. Прикиньте. Какой-то такой у них там подход есть. Вот, собственно, ребенок телепортнулся к нам. Вот такие дела, чац. Прикольно, ранчик очень. Я думал, ну, игра вообще душная была, и я не хотел возвращаться в нее, но ранчик заставил меня вернуться, потому что ранчик реально прикольный. И техники есть, и сложности, и вообще все, что хочешь. ГГ, все. Все, жад, ГГ. Поэтому сейчас я сделаю перерывчик небольшой на покушать, и потом у нас будет разбор того, чего вы вообще не ожидаете. Да, теперь надо еще... О, кабаны кармы, спасибо тебе большое за тысячу улей. Спасибо, ребят, большое за поддержку. Виталити, спасибо за сто. Саня, часик, привет, с наступающим Новым Годом. Спасибо, ребят, давайте зачитаем все. Артемонович, спасибо за сто. Всех с Новым Годом. Добра всем, отличных игр в Новом Году. Здоровья вам и вашим близким. Ну, в Новом Году надежда сейчас только на Hollow Knight и на этот Elden Ring, по сути. А также больше свободного времени на любимые занятия. Отмечаю с вами коммунити с кружкой чая. Сашка, целуй меня и чатик, Саня, сам знаешь куда. Ребят, в попу целую, спасибо за поддержку. Акабаны Карме поздравляет нас тоже, ребята, с наступающим или для кого-то уже с Новым Годом. Спасибо тебе, Большущий, за мемасный салатище, ребят. Шейхов, гол, накидаем. Шейхамунити, спасибо вам, ребят, Большущая, за поддержку. Саша говорит, заведи девушку, ты даже на Новый Год насилуешь стены. Всем благ и всем хорошего Стримчанского. Спасибо, Большущая. Ну, насилуешь стену так-то интересно в играх. Алло. Спасибо.